До этого гость никогда не бывал в России. Однажды приезжал на товарищеский матч в одну из республик бывшего СССР. Сегодня ЦОСО Станасис тренирует команду муниципалитета. Его основная работа – уличное зеленение и газона на 180 объектах, поэтому внешний вид города он оценивал еще и как профессионал. Очень красиво и по-хозяйски все выглядит. Видно то, что проводится работа. Мне кажется, здесь поливают немного меньше, чем в Ларисе, но у нас пожарче. Очень красиво, очень ухоженно, все можно сказать на отлично. По мнению специалиста, у футбола в городе-курорте большой потенциал, который вполне возможно реализовать, особенно с учетом двух стадионов мирового уровня, построенных к мировому первенству. Я видел много ребят, которые играют в любительских командах, но с потенциалом профессионалов. Если с ними поработать, то они могут выйти на очень хороший уровень. С талантами нужно работать. На любительском турнире команда заняла четвертое место. По словам тренера, по причине занятости не смогли приехать три очень сильных игрока. С ними гости вполне могли бы побороться за пьедестал. Однако, самое главное – это возможность познакомиться с Россией, Краснодарским краем и Анапой. Больше всего запомнятся люди, атмосфера, которую не передать словами. Все обнимают, зовут в гости. Здесь очень много греческого. Хотелось бы приезжать сюда еще и еще. Это память на всю оставшуюся жизнь. Спасибо всем организаторам, каждому, кто вложил хотя бы маленькую частичку. Когда мы приедем в Ларису, вы знаете, что мы расскажем об этом всем. Я много где был, но те моменты, которые пережили здесь, это не объяснить словами. Это нужно сюда привезти человека и ему показать.